Уходящая неделя Уходящая неделя стала в нашем городе неделей свиданий Свиданий на театральной Стартовал фестиваль, который знают и любят все рязанцы Времена меняются, проходят столетия и даже тысячелетия А тема любви остается едва ли не самой важной и волнующей для человечества Как бы ни складывались исторические события Любовь неизменно сопутствует людям В разных ипостасях, о которых пишут стихи и картины Складывают песни и ставят спектакли Восьмой фестиваль свиданий на театральной Традиционно открылся в ноябре, в этот понедельник Что может лучше рассказать о любви, чем народный эпос? В каждой стране, в каждой культуре есть основа Древние баллады, легенды, повести Есть такое фундаментальное произведение и у казахов Чей спектакль открыл фестиваль Я очень люблю подобные погружения Я не могу сказать, близко ли это ко мне или далеко от меня Но при соприкосновении с любой культурой Особенно настолько древней, настолько красивой Становится как-то трепетно И это здорово В спектакле была одна прекрасная тонкая краска Столь же неожиданная, как выход для меня на первый план Не центрального героя Я надеюсь, что я не ошибаюсь Потому что не всех называли по именам персонажем А все-таки текст не самый близкий, не самый знакомый Кажется, этот персонаж отмечен в программке как лошадь И вот эта вот лошадь, к вопросу о табуне лошадей Она была чудесна, прекрасна, норовиста и очень Точна, актерски То есть сейчас я уже ухожу от эпоса к театру Вот кто был по-настоящему точен, остер, красив театрально Так это Анастасия Лахтинна По признанию руководителя театра попасть в Рязань на свидание Казахская труппа мечтала давно И вот, наконец, спектакль «Козы Карпеш» и «Баян Сулу» Прошел отбор и сыгран на рязанской сцене Изъясняться о любви можно на разных языках Но мне кажется, что язык театра, на котором мы сейчас Мы вам покажем наш спектакль «Козы Карпеш» и «Баян Сулу» Как покажет нашу душу, наверное Потому что история «Козы Карпеш» и «Баян Сулу» Дорога каждому казаху, казахстанцу И мне кажется, что этот фестиваль объединяет наши народы Разнообразие жанров и форм – отличительная черта фестиваля Ведь о любви каждый говорит на своем языке И уже второй день свиданий разительно отличался от первого – «Иванова опера» Из рассказов «Ивановцев» из «Шума городских улиц» создано уникальное произведение Голоса, тексты и шумы складываются в масштабную симфонию – оперу города Здесь не поют артисты, здесь звучит город В ноябре 2020-го команда из Москвы в составе режиссера Алексея Размахова Хореографа Алексея Щербакова и драматурга Юлии Поспеловой Проводила лабораторию, в рамках которой артисты Ивановского театра Освоили технику документального театра «Верба Тим» Это технология, при которой пьеса делается из интервью актеров с реальными людьми Дословно расшифрованных драматургом и точно воспроизведенных на сцене Эксперимент и лег в основу проекта о повседневной жизни города Его скрытой сущности, горестих и радостях людей Во вторник рязанцам удалось посмотреть этот экспериментальный спектакль Ночью четверо мужчин встретились в приемном отделении роддома Чтобы провести там несколько часов, ожидая появления детей А вот как в такой ситуации ведут себя герои пьесы Что у них на душе и за душой Поразмышляли рязанские зрители, просматривая спектакль из Саранска Мы знаем Гришковца по его пьесам, по его моноспектаклям собственным Как такого певца повседневности Скорее человека, именно сосредотачивающегося на моменте Когда ты сидишь и пьешь чай и что-то вспоминаешь И через вот эти какие-то абсолютно обыденные ежедневные моменты Он создает, действительно передает нашу жизнь Она вся состоит из таких каких-то мелочей В весах, в этой пьесе, в этом спектакле Он отходит от этого Он вовлекает нас и дает возможность Идентифицироваться с персонажами Вспоминая именно ключевые, именно очень важные моменты жизни И поэтому это, конечно, очень эмоционально И вот эти весы, то, что в названии выведено Действительно, это как две чаши весов Когда весь спектакль нас переносят из очень смешных моментов В очень сентиментальные, лиричные, а можно даже сказать, да, в самые трагичные Всегда есть понятие о том, когда женщина рожает Каковы материнские чувства, как им больно Но никто не знает в этот момент ничего о мужчинах Пьеса как раз о том, что чувствуют мужчины в такой ключевой момент О чем говорят и размышляют Чем прекрасен по мне Гришковец Вот каждый зритель, каждый зритель, я уверен, найдет что-то свое Каждый вспомнит какую-то ситуацию Я думаю, что не было, ну, может быть, один из десяти, кто в семье не выбирал имя ребенка Это же целые споры, это целые баталии в семье Как назвать девочку, как назвать мальчика и так далее Все вот эти моменты роддома, весь этот трепет как бы отцовский Когда вообще задумывал спектакль Я когда-то захотел сказать женщинам о том, как мужчинам плохо Потому что есть понятие, что когда женщина рожает, ей так тяжело А мужчина что? Гуляет Поэтому как бы, ну, мужчина тоже переживает Рязань театральный город, об этом говорят часто и много Артисты, критики, режиссеры И зрительный зал здесь понимающий, интеллигентный, благодарный Залог прекрасного свидания У вас очень теплый зал Спасибо Это, конечно, ну... Стопление очень хорошо работает Да Тепло, греет Вот, нереально То есть при таком зале, что может быть лучше для артиста? Ну, как овации, аплодисменты, крики «Браво» И хочется купаться в этом как можно дольше Вот это очень приятно Ну, а про усталость скажет Владимир Михайлович Я согласен абсолютно, Сергей Сергеевич, правда Мы не можем устать, когда вот так хорошо, так тепло принимает нас Наш любимый уже зритель, извините, мы его у вас украли На один вечер, правда Ну, вообще, спасибо огромное, что вы нас пригласили на свидание Жаль, что вы такие неверные и у вас оказывается свидание каждый вечер с разным театром Как и все хорошее, свидание на театральной скоро подойдут к концу А я расскажу вам о том, что наша съемочная группа успела посмотреть до выхода этого выпуска Так получается, реже всего встречаются те люди, которые не так уж далеко друг от друга живут Мы очень часто проезжали через Рязанскую область, через город Рязань, ездили на разные фестивали И ни разу не останавливались И вот теперь, наконец, мы здесь и надеемся Вернее, не надеемся, мы уже точно знаем, что покажем свой спектакль Надеемся, что он вам понравится И на перспективу мы сможем обмениваться уже и своими спектаклями, и вы приедете к нам Постоялый двор на бойком месте вполне под стать своему названию Стоит он на большой проезжей дороге среди леса И через него каждый день проходит множество конного и пешего люда Да и хозяин постоялого двора, по нынешнему гостиницы, или даже точнее, мотеля С виду весьма почтенный и благопристойный человек Но это днем А вот какие дела тут творятся по ночам, мало кто знает Александр Николаевич Островский назвал свою пьесу комедией Острота, жесткие коллизии, хлесткий язык наводят на другие мысли Здесь и женское соперничество, и махинации, и отравления, и грабежи Чем не сюжет для криминального боевика? И в то же время в спектакле звучит удивительный живой текст Текст Островского, который еще раз напоминает классическая драматургия тем и прекрасно Что дает возможность приложить к себе любой жанр И остаться неизменно актуальной и понятной зрителю любой эпохи Вот сестрица твоя все барни из себя порчит От хороших людей нос воротит, а кому сама льнет, тот на нее не сможет Свидания на театральной все еще продолжаются Но до момента, когда экспертная жюри вынесет свой вердикт Остались считанные дни А мы непременно расскажем об итогах фестиваля в следующем выпуске Пока вы смотрите этот выпуск, экспертная жюри подводит итоги фестиваля О которых я расскажу вам уже в следующую пятницу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok